Даже если сможет удержать меня, и если сможет меня перевести, я встану. Я не хочу, чтобы судьи забирали у меня раунды. Мне надо забирать их себе. Поэтому, думаю, я его вырублю. Ты гонишься за двойным чемпионством, титулом легкого веса. Как давно ты начал планировать свой подъем в легкий вес? Когда появились первые мысли об этом? Когда ты начинаешь видеть, как подобное делают другие, и ты начинаешь думать об этом. Тем более, что я дрался во многих весовых категориях. Затем перешел в полулегкий вес. И в какой-то момент я начал думать, что надо подниматься в весе. Я ведь всегда старался драться с теми, кто являлся первым претендентом. Так было всегда. Несколько боев с Максом. Только вот кроме него, не было никого, кто бы стал претендентом. Поэтому я начал думать о переходе в легкий вес. Но время было неподходящим. Надо было подождать, пока я этого заслужу. Такой уж я человек. И после последнего боя я подумал. Теперь я заслужил. Говорить об этом я начал уже давно. Но тогда я начал давить на газ, ведь понял. Я заслужил. Можно начинать. И вот бой будет. Можно долго говорить о переходе в легкий вес и получении второго пояса. Это определенно хорошая цель, которая хорошо отразится на наследии, но выходить на бои против таких, как Ислам, которого считают неуязвимым, огромным борцом, грэпплером, да еще и весом больше. Это огромная вершина для подъема. Это сделает победу еще громче, а наследие еще круче, когда я выиграю. Будет ли мне легко? Нет. Не бывает легких боев. Это испытание. Надо быть готовым. Мне надо подготовиться и подготовиться правильно. У меня много времени на подготовку. Буду на пике и сильнее, чем когда-либо. И буду более чем готов. Так что с нетерпением жду, когда докажу всем сомневающимся их неправоту. А чего вы хотели? Чтобы я сидел в ожидании легких побед. Я не такой. Я хочу испытаний. И лучше буду принимать испытания, которые для других кажутся невозможными. К примеру, Ислам и то, что он сделал. С Оливейра. Из-за этого его считают непобедимым борцом из Дагестана. Оно, конечно, да. У него сильный стиль. Но еще раз. На меня подобное давление не влияет. Я не из тех, кого можно запугать. Я готов к испытанию. Каждый день меня загоняют в сложные позиции. Меня постоянно гоняют настоящие танки, полные сил, которые непрерывно. Гоняют меня по борьбе раунд за раундом. И когда такое происходит, будут времена, когда тебе неудобно. Времена, когда ты проигрываешь. Но это нормально. Главное оставаться сосредоточенным, бороться и подниматься на ноги. Многие не хотят оказываться в таких ситуациях. Они хотят всегда побеждать. Хотят побеждать на каждой тренировке. Типы экономят силы. Стараются начинать в выгодном для себя положении. А я помещаю себя в худшую из возможных ситуаций. Чтобы мне было сложнее подняться. И чтобы я был лучше подготовлен к моменту боя. Я не верю в то, что другие делают так же, как я. Поэтому я такой. Поэтому я чемпион. И поэтому на меня не влияет давление со стороны. Поэтому я всегда собран. Я жестко впахиваю. И делаю то, что другие делать не хотят. Можешь поместить меня в любую ситуацию, и я обязательно найду выход. Так было всегда. Это сделало меня тем, кто я есть. Поэтому я великий боец. Поэтому я всегда собран. Ведь я всегда нахожу выход и решаю проблему. Есть проблема, я ее решу. Поднимусь на ноги и сделаю то, что необходимо. Это, конечно, всего лишь слова. Я их произнес. Люди будут думать, что этого не случится, будут сомневаться. Но так и должно быть. Ведь бой с Исламом — это не прогулка. Но запомните одно. Его подняли на пьедестал. Многие считают, что его нельзя победить. Ислам может это. Он жесткий борец. У него есть грэплинг. Он легковес, тяжелее, большее. И все такое. Не забывайте об этом. И когда я одержу победу, не смейте переобуваться. Я хочу, чтобы люди не забывали, что когда что-то не получается, приходят оправдания. Не хочу слышать ни одной из них. Я люблю сложные испытания. Как только ты сказал «ты рискуешь всем», так и есть. Все ради этого. Я рискую именно из-за того, какими сверхспособностями наделяют моего соперника. Но когда победа окажется за мной, они начнут меняться. Не смейте нахуй. Вспомни любой фильм. К примеру, Рокки Бальбо и подобные все эти фильмы про андердогов. Победил, несмотря ни на что. Любая хорошая история или хороший фильм, как правило, имеют подобные события. Когда андердог обязательно побеждает. Как-то так. Я люблю быть андердогом. Это добавляет интриги в любую историю. Наш бой нужно называть битвой Давида и Голиафа. Люди так говорят «отлично». Я только рад принять такое испытание. Мне нравится идея подняться и выйти против того, кто крупнее меня. Надеюсь, люди по-настоящему начнут уважать меня не только за то, что я принял такое испытание, но и за победу. Надеюсь, они начнут уважать меня за подобные дела. Я стал сильнее буквально только из-за ожидания этого боя. Я знал, что это необходимо. До этого я мог пройти обычную подготовку. И этого было бы достаточно. Но сейчас надо хорошо подготовиться. Убедиться в том, что мне будет не о чем жалеть после этого боя. Это будет сложный бой, сложное испытание, но именно это меня и заводит. Подобное обязательно сделает меня гораздо лучше, как бойца. Мне жаль тех, с кем я буду драться после ислама. Я перешел от того, что был борцом, который всех вырубал оверхендом, к тому, кто проиграл и начал работать над джиу-джитсу. Начал тренировать это, и вдруг у всех поменялось мнение, и меня начали называть грэпплером. Большую часть карьеры меня считали грэпплером. И с какого момента? Бой с Мендесом? Вроде бой с Чадом Мендесом или чуть ранее. Я стал ударником. Все позабыли о моих борьбе и грэпплинге. Как-то так. Люди постоянно меняют мнение и навешивают ярлыки. Видят один бой, я всего лишь борец. Другой, я всего лишь ударник. Как представляешь ваш бой? Что видишь? Я думаю, что по большей части наш бой пройдет в стойке. Этот бой будет в стойке. В начале боя он попытается перевести меня. Но из-за того, как я двигаюсь, он передумает и решит драться в стойке. Не скажу, что у него плохая ударка, но... Ему придется нелегко из-за того, как я двигаюсь, из-за того, под какими углами надо работать. Таймингов, которые у меня есть и все такое. Либо ему будет неудобно, либо я сделаю так, чтобы ему было некомфортно. Буду заходить в клинч и подобное. В начале боя он будет силен. И если попытается меня удержать, у него будет получаться. Но я гарантирую, что ему будет сложно, ведь я раунд за раундом борюсь со свежими парнями, которые меняются и отдыхают по 5-10 минут между борьбой со мной. Но по итогу они даже не устают и хотят раунды по 2-3 минуты, чтобы работать со мной изо всех сил, которые у них есть. А в итоге я их изматываю. А теперь представь, что мне противостоит всего лишь один. Поверь, я готов бороться все 5 раундов, тем более всего с одним. Не важно, насколько ты силен и насколько подготовлен. Ты замедлишься и станешь слабее. Даже если сможет удержать меня, и если сможет меня перевести, и я встану, Ислам это ощутит. В первом раунде он будет идти вперед. И верю, что я смогу его рубануть, ведь я хорошо двигаюсь. Это то, что я, как правило, постараюсь сказать понятнее. Обычно, когда я дерусь с другими, я понимаю, что их шанс — это шанс на победу лаки-панчем. Так что в стойке чувствую безопасность. Я из такого типа бойцов, что могут принять определенный риск. Я давлю на соперника, атакую, наношу много ударов, и у меня все равно сохраняется ощущение безопасности. А в бою с Исламом я буду чувствовать безопасность, но надо хорошо двигаться. Я не смогу просто стоять, выкидывать, быть терпеливым и бояться, что он пройдет мне в ноги. Я не хочу, чтобы судьи забирали у меня раунды. Мне надо забирать их себе. Поэтому, думаю, я его вырублю. Еще никогда я так не полагался на свою работу ногами. Поэтому верю, что я его вырублю. Считаю, что наш бой пройдет в стойке. Первый раунд будет взрывным, будет много клинчей, столкновений и всего подобного. Возможно, будет много промахов. И затем, во втором раунде, несмотря на то, что будет некомфортно, мы будем драться в стойке, и я пущу свои руки в ход. Жду этого с нетерпением. Но опять же, я готов и к пяти раундам. Неудобной возни в партере. Спасибо за просмотр. Видео переведено и озвучено командой Труджим. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Добра тебе и удачи! Субтитры подогнал «Симон»!